Друзья, вот и мы, это коктейль Молотова, НРБК Перем, это Артём Жавронков, это Ринат Садинов. Сейчас Артём с удовольствием расскажет, куда же можно будет сходить в ближайшие дни, а может быть и в ближайшую неделю. Артём, будь добр. А можно я начну с погоды? Всегда ведь погода определяет, куда можно сходить, а погода у нас как раз для игр на свежем воздухе, минус 5 градусов. Прямо сейчас, сегодня утром, температура воздуха будет интенсивно подниматься, но замёрзнет на отметке минус 2 градуса, приблизительно такая температура будет все выходные. Вот вам не видно, немножко камера сдвинулась сейчас, настроенная на нашу эфирную плазму, но видно же, что всё равно минус 2. Снежок-то идёт, да. Минус 2, видно, видно. И то хорошо. Вот. Будут анонсы и на мероприятия, проходящие на открытом воздухе в Перми и за её пределами. Ура, ура. Да. Но начать хотелось бы с нескольких спектаклей. Значит так, дорогие друзья, чтобы вы понимали, Юнону и Авось у нас кажут в Театре Уммоста 1-2 февраля. Иисус Христос, суперзвезда в Театре-театре 1-го февраля. Ну а я рекомендовал бы всем каким бы то ни было образом попасть в Пермский государственный институт культуры. Там 1-го февраля в 16 часов поставят, ну не поставят, презентуют вашему вниманию спектакль под названием «Человек. Это звучит гордо». Этот спектакль создан по рассказу Бориса Васильева «Не имей 100 рублей». История о взрослении, о расставании с иллюзиями, о встрече с реальностью. Самое прикольное, что ставят этот спектакль студенты 4-го курса заочного отделения. И... Всё? Да. И посмотреть на молодых будущих актёров, а вдруг среди них есть, например, Петров какой-нибудь будущий, или кто-то, Ренат Пашаров, Марат Пашаров. Ректор политех, это имеется в виду, Петров? Нет, 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 я имею в виду того самого актёра, который сегодня очень популярен. Вдруг среди тех, кто будет участвовать в этом спектакле, будущие актёры, играющие Высоцких, Пушкина, вообще всех на свете. А может быть, и будущие Жаворонковы? Надеюсь, что нет. Да, не будем желать плохого. Да, зачем это всё? Да, кстати, в филармонии приезжий большой спектакль, «Последний шанс» он называется. Ну, дорогие билеты, не будем, не, поэтому анонсировать это мероприятие. Для любителей музыки. Хор мужского хорового колледжа даёт свой концерт. Мальчики младших классов Свердловского мужского хорового колледжа выступят на сцене СДК. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств России Сергей Пименов, главный хормистер и дирижер Матвей Андронов, концертмистер. Марина Лепихина, фамилии в этой среде очень известной, но посмотреть на поющих мальчиков – это просто потрясающе. В Доме культуры Пермского политеха «Универа» будут петь эти ребята. 1 февраля, начало в 40 часов. Свободный ход, кстати, возрастной категории. Пойдёшь? 6 плюс, нет, меня в Перми не будет. А, в эти выходные. Я думал, тебя не взяли в хор просто, поэтому… Я очень плохо пел всю жизнь. Я даже когда ходил в музыкальную школу, это было просто настоящее позорище. Да ты, в принципе, и не мальчик уже. Есть такой предмет, называется хор, когда нужно сидеть и петь. Когда я сидел на хоре, преподавательница… Преподавательница держала дверь, чтобы ты не зашёл. Она говорила, кто там фальшивит на задних рядах, кто фальшивит? А я понимал с ужасом, что это я и всё. Зато я любил сальфеджио, не нужно было ничего делать, сидишь, закорючки рисуешь. Да, закорючки… Нет, совсем не закорючки рисуют художники, которые свои работы представят в арт-кофейне «Эпоха». Там пройдёт выставка «Зимняя лирика». Хотя, почему какая выставка? Это концерт тоже, дорогие друзья, в двух отделениях. Первым отделением будет выступать Надежда Баяндина, исполнитель лирических композиций русских советских композиторов. Стоп, стоп, ты говорил, что это художественная выставка? Я только что оговорился, я думал, что вообще происходит. Меня спутало название «Арт-кофейня». Арт-кофейня, думал, арт, значит. И смотри, какая красивая картинка. Картинка красивая. Это кто? Надежда, кто? Это щука, лебедь, рак, ключи, всё что. Нет, два отделения в этом замечательном концерте. В первом лирические композиции русских и советских композиторов исполнит Надежда Баяндина. Во втором отделении Владимир Виноградов представит мини-программу «Тривиальный роман» с песней авторского сочинения. Неплохо. Небольшая символическая цена билетов. Место арт-кафе «Арт-кофейня эпоха» Пермь Луначарского, 35. Идём дальше. Модное шоу «Брависсимо-20». Модное шоу. Да, так и называть. Модное шоу «Брависсимо-20». Модные коллекции, удостоенные наград международных конкурсов. Премьерные выступления действующих коллективов. Творческая лаборатория «Ренессанс-профи». Всё это в Доме культуры имени Калинина, Тамбус-театр Мода Ренессанс, Мао Део ЦТД Ритм, швейный салон «Ренессанс Делюкс». Творческие подарки лучшим коллективам города. Твои коллекции будут? Твои коллекции будут? Неожиданный вопрос. Жаворонков дизайнер. Есть какой-нибудь бренд одежды у тебя был бы какой-то? Не задумывался никогда? На Куйбышева 140 можно посмотреть. Я проигнорирую твои высказывания, комментарии. На Куйбышева 40 можно будет посмотреть. Как типичный дизайнер поступил-то, ладно. На Куйбышева 40! А, нет, 140 можно будет познакомиться с достижениями моды пермской последнего времени. Ну, надеюсь, что-нибудь для себя прикупить. Мероприятие пройдет 2 февраля. Начало в 15 часов. Самое то. В воскресенье в 15 часов. Любителям собак, дорогие друзья, Приглашаются все любители собак на выставку, ярмарку. В пермскую ярмарку, собственно. Простите меня за тавтологию, но вот, тем не менее. Да, в ближайшие выходные с 10 часов лай. Лай, лай. Да, именно так. Все будет зависеть от собак. Будет раздаваться, будет громыхать пермская ярмарка, Потому что там пройдет очередная ежегодная традиционная выставка собак. Одна из крупнейших, кстати, на Урале. Причем в этом году это международная выставка собак. Сосип Фи Си Ай. И фестиваль монопородных выставок. Не проси меня это повторять. 60 стендов с модными редкими породами. Более 150 различных пород собак на площадке. 1 и 2 февраля с 10 часов. Шоссе Ксманафт в 59. Дети до 7 лет бесплатно. Ну а все остальные... А с собакой можно туда? Ну с собакой можно. Вот это вопрос, кстати. Меня тоже сюда интересовало. А можно ли на выставку с собаками? Привел свою... Типа посмотри, как они все себя ведут. И им передавить. В отличие от тебя. Выставка ярмарка «Магия камня» тоже пройдет в ближайшие выходные. В Перме она открывает широкие возможности для оценителей дорогих минералов и украшений. Из них коллекционеров, а также людей, которые хотели бы подобрать для себя камень или приобрести изысканный сувенир. Для вас работы лучших мастеров края, ювелирные украшения из драгоценных и полудрагоценных камней, поражающие глубиной и богатством цвета. Все это в ДК Солдатова пройдет, кстати. Сегодня начинается свою работу эта самая выставка в 11 часов и завершится она 2 февраля. Вы знаете, кстати, открою небольшой секрет, такой небольшой лайфхак, несмотря на то, что сегодня не вторник. Во вторник у нас лайфхаки-то обычные. На таких выставках-ярмарках приобрести украшения, да и вообще на выставках-ярмарках приобрести всякие редкие интересные штучки можно намного дешевле, чем если ты придешь за ними в магазин. Плюс ты можешь найти там что-то действительно необычное с 100% уверенностью, гарантией, что ни у кого второго такого экземпляра не будет. Там не ширпотреб штампованный, понимаешь? Я нет, не понимаю. Ну да, согласен. Что ты не понимаешь? Вот еще раз тебе объясню. Да нет, я понял, что тебе проплатили это. Ну давай. Я думал, ты дальше скажешь. Особенно у дизайнера Артема Жаворонкова. Вот эти покупайте. Хорошо. Чтобы не обвиняли меня в том, чтобы мне кто-то за что-то заплатил, выставка «Теплая гора» пройдет в эти выходные возле гостиницы «Урал». Абсолютно свободный вход на это самое мероприятие. Рядом со скульптурой пермского медведя будут выставлены работы уличного художника, фотографа Сергея Балденкова. Но согласно местному преданию, поселок «Теплая гора» своим названием обязан затяжному подъему по склону от реки Койвы до железнодорожной станции. Чтобы попасть с грузами к железнодорожной станции в конце 19 века возщикам, а грузы перевозились, как известно, на лошадях, приходилось подниматься в эту гору. А поднявшись в гору, даже зимнюю стужу, они отирали под солба и произносили ух, и «Теплая же гора». Вот, чуть-чуть узнали. Выставка фотографий, посвященных этому необычному месту, который знает любой пермяк, хоть раз ходивший на сплавы по Койве. А слушай, а можно я... Свободно, доступно. Видосик покажу, который вчера был в интернете, в пермских пабликах, про теплую гору. Чтобы не подниматься, например, есть вот Пермский Карлсон, да, появился в Перми, в Пермском крае, вернее. Пермский Карлсон. Ну, я тоже жду Пермский Карлсон, Пермский край. Там чувак простый. Нет, мы... Он, значит, он улетел уже, но... А вот, кстати, вот. Мощный же. Класс вообще. Считаем, на теплую гору можно легко заехать, мне кажется. Ну, прикольно, прикольно. Где-то к малышу поехал, наверное. Это точно Пермский Карлсон? Ну, вчера было написано, что в Пермском крае замечен, да. Классная штука. Да. Ну, не в мороз, наверное. А я знаю, куда он едет. Куда? Он едет на Эспланаду. Ну, ладно. Потому что перед зданием театра-театра до сих пор можно посмотреть на ледовые скульптуры участников турнира «Зимний вернисаж», воплотивших образы на тему легенды древней Пармы. Абсолютно бесплатно. Главное, не подходить к этим работам близко, не отрывать от них ничего, потому что есть действительно тонкие, уникальные работы. Кто бы там тебя отрыл. Кто не видел, можете посмотреть. Весь февраль они будут, ну, конечно, в зависимости от погоды, будем надеяться, что не будет там сильных оттепелей. И раз плюс 10, как грянет, все растает. Вход абсолютно свободный, естественно. Ну, и любители чтения, приглашаем всех на выставку популярных изданий 17 века. Называется «Мероприятие круг чтения. Традиционный читатель». Цель этой выставки – показать литературно-издательский фон, на котором формировались идеи деятелей нашего региона. Библиотека имени Горького, дорогие друзья. Там вообще, кстати, много... Отличных вам выходных, друзья. Читайте, наслаждайтесь культурой и посещайте все возможные мероприятия. Все. И будет с вами силы. Субтитры подогнал «Симон»!